Ганс Христиан Андерсон Улитка и розовый куст Сад был огорожен живой изгородью из орешника. За нею простирались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст, а под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием. Она содержала самое себя. — Постойте, придет и мое время, — однажды сказала она. — Я дам миру кое-что поважнее этих роз и орехов, а также молока, которое дают коровы и овцы. — Я многого ожидаю от вас, — отозвался на ее слова розовый куст. — Позвольте же узнать, когда это будет. — Время терпит. Это вот вы все торопитесь, а поспешность только портит дело. На другой год улитка, почти не сдвинувшись с места, сидела на солнышке все под тем же розовым кустом. А он снова был усеян бутонами. Бутоны распускались, розы цвели, отцветали, но расцветали все новые и новые. Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки, потом опять втянула их. — Все то же и то же, точь-в-точь, как в прошлом году, — сказала она. — Ни шагу вперед, розовый куст остается при своих розах, ни на волос не передвинулся. Лето прошло, настала осень. Розовый куст цвел и благоухал, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно, и розовый куст пригнулся к земле, а улитка уползла в землю. Опять настала весна, снова зацвели розы, выползла и улитка. — Теперь-то вы уже состарились, — сказала она розовому кусту. — Пора бы вам и честь знать. Вы дали миру все, что могли дать. — А много ли? — Это вопрос, которым мне некогда заниматься. — Но что вы ровно ничего не сделали для своего внутреннего развития, это и так ясно. Иначе из вас вышло бы кое-что другое. Что вы скажете в свое оправдание? Ведь вы скоро обратитесь в простой хворост. Понимаете вы, что я говорю? — Вы меня пугаете, — сказал розовый куст. — Я никогда об этом не думал. — Да-да, вы, кажется, не очень затрудняли себя думанием. А вы когда-нибудь пробовали заняться этим вопросом? Дать себе отчет, почему, собственно, вы цветете и как это происходит? Почему так, а не иначе? — Нет, — сказал розовый куст. — Я только радовался жизни и цвел. — Жить иначе я не мог. Солнце так грело, воздух так освежал меня. Я пил живительную росу и обильный дождь. Я дышал, я жил. Силы поднимались в меня из земли, вливались из воздуха. Я жил полной жизнью. Счастье охватывало меня, и я цвел. В этом была моя жизнь, мое счастье. Я не мог жить иначе. — Вы, видно, жили, не тужили, что и говорить. — Да, мне было дано так много, — сказал розовый куст. — Но вам дано еще больше. Вы — глубокомыслящая, высокоодаренная натура. Вы должны удивить мир. — Еще чего? — возразила улитка. — Да я знать не знаю вашего мира. Какое мне до него дело? Мне довольна самой себя. — Но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что в нас есть. Я мог дать миру только розы. А вы? Вам дано так много. А что вы дали миру? Что вы ему дадите? — Что я дала? Что даю? Да мне плевать на него. Никуда он не годится. И мне нет до него дела. Снабжайте его розами. Вас только на это и хватает. Пусть орешник дает ему орехи, коровы и овцы, молоко. У них свои потребители. Я же сама по себе. Я замыкаюсь в самой себе и точка. Мне нет дела до мира. И улитка заползла в свою раковину и залепилась там. Как это грустно, — сказал розовый куст. А я вот и хотел бы, да не могу замкнуться в самом себе. У меня все наружу просится. Я не могу не цвести. Розы мои опадают, и их лепестки уносит ветер. Но я видел, как одну из них положила в молитвенник мать семейства. Другую приутила у себя на груди прелестная молодая девушка. Третью целовали губы улыбающегося ребенка. И я тогда был так счастлив. Вот мои воспоминания. В них моя жизнь. И розовый куст цвел и благоухал, полный невинной радости и счастья. А улитка тупо дремала в своей раковине. Ей не было дела до мира. Годы шли за годами. Улитка стала землей в земле. Розовый куст стал землей в земле. Роза воспоминания истлела в молитвеннике. А в саду теперь цвели новые розовые кусты. Под ними ползали новые улитки. Они заползали в свои домики и плевались. Им не было дела до мира. Не рассказать ли эту сказку сначала? Но ведь она осталась такой же, как и была. Ничуть не изменилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова